Это Вести утро Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременно дождь-гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-17, в горах плюс 7-12 градусов. Днем плюс 24-29 градусов. И местами до плюс 23. В северных районах местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В Черкесии ночью без существенных осадков. Днем кратковременно дождь-гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 26-28 градусов. Один из дворов Черкеска наконец-то обзавелся собственной детской площадкой. Многочисленные обращения жителей в различные инстанции с просьбой установить обещанное привели к тому, что у юных горожан и людей старшего возраста спустя три года появилось место для отдыха. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Спасибо за активность жителям этого дома, потому что нам надо занимать активную жизненную позицию. Еще в начале текущего года эта территория в центре Черкеска напоминала скорее полигон для тренировок на выживание, чем детскую игровую площадку. А ведь пару лет назад казалось, что двор по Советской 73 быстро приведут в порядок. В 2021-м жильцы дома попросили депутатов республиканского парламента помочь им в благоустройстве. Тем более, что рядом на тот момент не было никакой альтернативы. В итоге народные избранники выделили 2 миллиона рублей на установку новой детской площадки. Мэрия региональной столицы нашла подрядчика, который сразу взялся за дело. Были оперативно выполнены работы по сносу старой площадки, но после этого, в свете известных событий, там подорожание материала и так далее, пандемия, оказалось, что это старую площадку снесли, а новую не успели построить, потому что подрядчик не смог выполнить обязательства, которые были на него возложены. В прошлом году съемочная группа вестей по просьбе жителей отправилась во двор, чтобы понаблюдать за ходом работ, точнее, за их отсутствием. Хотя и тогда около демонтированной старой площадки подрядчик в присутствии депутатов от «Единой России» и представителей регионального народного фронта пообещал в двухмесячный срок выполнить проектные задумки. Не выполнил. И попал в реестр недобросовестных организаций. На этом до решения суда можно было бы и остановиться. Однако жители и дальше проявили активность и неравнодушие. Общественники и депутаты вновь напомнили о важности реализации благоустройства, не дожидаясь, когда детки вырастут. Власти Черкесской изыскали возможность как можно скорее подарить горожанам праздник. Мэрией муниципального образования города Черкеска было выделено дополнительное финансирование из местного бюджета, в связи с чем уже были реализованы работы по благоустройству данной площадки. На сегодняшний день работы все завершены. Сделано много дополнительных работ. Это вот площадка под баскетбол, установка фонарей, освещение. Как мы видим, приняты нестандартные цветовые решения данной площадки. Третий для данной площадки подрядчик за два месяца завершил всё, что требовалось. И теперь у жителей под окнами появилось место, где хочется проводить свободное время. Мы очень рады, что построили наконец-то площадку. Мы все этого долго ждали, очень. И построили баскетбольное кольцо. Нам сделали беседку, карусель. Ну а день открытия площадки в центре Черкеска оказался для юных горожан действительно праздничным. Со сказочными персонажами, викторинами и пенной вечеринкой. Артур Махцей, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире.